Всем привет, не пугайтесь, это не новый логотип канала и не реклама шаурмы. Мой друг Коля привез мне показать, как будет смотреться мой логотип в таком исполнении. Напомню, я хотел настоящую неоновую вывеску, свой логотип, но не нашел ребят в Ростове, кто бы мне сделал на заказ. А в Москве вывеска таких размеров будет стоить больше 50 тысяч рублей. Плюс доставка, плюс монтаж. А это современное такое исполнение. На оргстекле профрезерована внутри светодиодная лента и специальный силиконовый шнур, который рассеивает свет, смотрится объемно и ярко. Остановлюсь на таком варианте и скоро вы увидите логотип на моей стене в таком исполнении. Вас ждет сегодня вкусная красивая токарка. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу еще раз напомнить, в осуществлении этого проекта мне помогает компания Arno Werkzeug. Они мне предоставили все необходимые резцы и твердосплавные пластинки по нержавеющей стали. Кому интересно ознакомиться с их продукцией, ссылки будут в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снял фаску и сделал канавку для выхода резца, потому что сейчас предстоит ответственная процедура. Нужно нарезать трехзаходную резьбу шагом 2 миллиметра. Если кто подзабыл или еще не в курсе, мы точим кофеварку из нержавейки, у нас уже готовы две детали. Вот это низ, куда наливается вода, а вот это ситечко, сюда будет насыпаться кофе. Но сегодня наша задача выточить из цельного куска нержавеющей стали верхнюю часть гейзерной кофеварки. В итоге у нас должна получиться вот такая деталь. Я ее разработал в программе 3D моделирования Fusion 360 и напечатал на своем 3D принтере. Кто не видел и хочет посмотреть как я делал предыдущие две детали, ссылка будет в описании под видео. Я нарезаю резьбу с размыканием маточной гайки, мне этот способ нравится больше всего. Один виток готов, осталось нарезать еще два. Делить и смещать буду с помощью патрона. У меня здесь 60 делений, чтобы поделить на 3 части мне нужно сместить на 20 делений. Все, ребята, наконец-таки трехзаходная резьба готова. Также важно проверить, чтобы резьба легко и одинаково закручивалась во всех трех положениях по кругу. Отводим назад. Отлично. И еще немного назад. Великолепно. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте посмотрим что получилось, по-моему все идет неплохо, все получается, деталь по-прежнему еще очень тяжелая, ну и теперь нужно ее обработать с другой стороны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думал уже все конец, закончил ролик и закончил проект, но ребята все хорошо, вот так вот бывает когда спешишь уже начал гусарствовать очень сильно давить и чуть было все не загубил, но нержавейка металл очень крепкий, немножко замяло резьбу буквально на одну десятку я уже проточил снаружи и сейчас исправляю внутри. Два витка я прошел, остался один, все будет отлично, я уже вижу. Совершил ошибку что зажал деталь за тонкую часть, в принципе можно было работать потихонечку, но я начал спешить, теперь буду зажиматься вот здесь, когда буду растачивать с обратной стороны. К сожалению такие вещи происходят периодически, еще не хватает опыта, так что ребята никогда не спешите, токарный это очень серьезный станок, хотя вот видите мой небольших размеров. Если бы эта деталь была из другого металла, например из дюралюминия, то на этом проект бы и закончился. Поправил резьбу, смотрим. Отлично, продолжаем, но теперь аккуратно. А тут я смотрю за это тело и не зажмешь, придется зажимать также. Буду действовать, по крайней мере попытаюсь аккуратнее. Чувствую еще топ приключения будет вот здесь расточить. Проточил центр под подшипник и теперь можно подпереть. И также немного модернизировал и доработал удлиненный отрезной резец. Без подпора дальше работать я боюсь, думаю так же вырвет и все испорчу, поэтому вот такая конструкция была собрана. Проточка под подшипник и два жестких не вращающихся центра. Если поставить обычный вращающийся центр, то не остается просто место под резец под расточку. Еще заострю внимание на одном моменте. При расточке заглубляться нужно в разбежку. Подавая резец туда-сюда как можно чаще, тогда он входит как по маслу. Если этого не делать, а просто заглубляться, вгрызаться он не хочет, идут огромные вибрации. Сейчас вам покажу без сож, а потом буду работать с охлаждающей жидкостью. Я думаю отчетливо видно было, что пошли вибрации. А сейчас покажу как заглубление легко происходит в разбежку. Как по маслу идет. Вот так, ребята, идет процесс. И уже видно, что победа будет не за горами, что все получится. Еще, ребята, важное замечание. Никогда не пытайтесь брать такую стружку голыми руками. Останетесь без рук просто. Острое, как лезвие. Я понимаю, что нужно добиваться, чтобы стружка дробилась. Но в данном случае я просто не знаю как это сделать. На каких режимах. Может быть просто не хватает еще опыта. Продолжаем токарное искусство. На данный момент мне удалось пробуриться на 45 миллиметров. Но тех заданий от меня требует еще 25 миллиметров. Чтобы дальше была возможность заглубляться отрезным резцом, поработаю расточным, потому что видите углубление на конус получается. Ставлю обратно доработанный отрезной резец. И проходим оставшиеся 25 миллиметров. Таким образом мне удалось расточить на глубину 72 миллиметра. В самом конце приходится растачивать очень маленьким расточным. Он конечно вибрирует, но дело свое делает. Чтобы придать окончательный вид внутри и снаружи нужно проточить форму под конус. Финишная пластина для финишного прохода делаем аккуратно и точно. С одной стороны туннель для выхода кофе готов. Повторяем с другой. А второй. А честно советую прокол. Деталь кофеварки готова. Деталь увесистая, тяжелая, мужская. Нужно провести один эксперимент, правильно ли я все рассчитал. Поместится ли сюда вода из отсека для воды, то есть когда сварится кофе оно должно вылиться через эти отверстия вот сюда. Набрал воды, оставил место, здесь еще будет установлен клапан сброса давления защитный. Воды здесь как раз на 2 кружки крепкого кофе эспрессо. Ребятки все поместилось, здесь водички осталось буквально совсем-совсем чуть-чуть. Предлагаю предварительно собрать, посмотреть что получается. Это ситечка, а эта часть закручивается вот сюда. О как! Уже что-то похожее на кофеварку у нас имеется. Впереди еще немало работы. Нужно изготовить носик и приварить. Мне кажется лучше всего тег сваркой сделать красивую ручку, крышку. Изготовить промежуточное ситечко и прокладку. Также клапан сброса давления защитный. И тогда уже кофеварка будет закончена. На сегодня у меня все, продолжение следует. Вам спасибо за внимание. Всем пока, скоро увидимся.